Салют, 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 дорогие зрители телеканала Хабар24. С вами Мурагер Муратов, это передача Тайм-Аут. Вы все правильно поняли, мы прибыли на тренировку в столичных хоккеистов и поглядим, как тренируется наше хоккейное будущее. Поехали! Друзья, в общем, разминка уже началась. Я напомню, что сегодня тренируются дети двух возрастных категорий, с категории с 4 до 6 лет, ну и уже старшая группа. Мы покажем вам кадры с двух тренировок. Будет очень-очень интересно. Хорошо. Оп, поехали, поехали. Рана упала опять. Расскажите, пожалуйста, для чего это упражнение делается? Это упражнение дается для общей ловкости и координации ребенка. На данном этапе подготовки не столь большое внимание зацикливается на технике, сколько на увлеченности именно ребенка в этом виде спорта, чтобы ему было весело. Он не будет выполнять упражнения, если насильно утверждать, толкайся, делай так, делай так. Сначала нужно проявить ему интерес, чтобы он заинтересовался, чтобы ему было весело. Тогда он будет гораздо быстрее и четче все выполнять. По очереди, змейкой туда бежим, обратно по прямой, передаем кулачком, кулачком передаем эстафету. Готовы? Да. Поехали. Поехали, Димаш! Расскажите, пожалуйста, для чего это упражнение делается? Это в первую очередь, чтобы поиграть, у них такой соревновательный момент. И второе, это они в любом случае катаются за счет игры, ну, младших детей. В принципе, вся тренировка основана за счет игры. Когда им интересно, они двигаются. Когда им скучные какие-то упражнения даешь, соответственно, они сразу, а, я устал, я хочу домой, поэтому надо играть с ними за счет игры делать. То есть, изначально, когда тренировка... Поехали, поехали, Арин! Детей нужно в первую очередь развивать в них интерес к виду спорта. Конечно, да, особенно с маленьких детей, там, в принципе, ранний возраст, 3-4 годика, с ними только играть через игру только. Потом уже более, когда осознанный возраст идет, там уже можно где-то прям технику поставить, там какие-то такие моменты. Друзья, это очень интересное упражнение, да, действительно, ребята соревнуются, просыпается у них интерес, и самое главное, они учатся кататься. Нужно иметь в виду, что это маленькие дети, им нужно сначала проявить интерес к виду спорта, как говорили наши тренеры. Ансара, скажи, пожалуйста, тебе нравится это упражнение? Да. Как думаешь, в чем его преимущество? Мне кажется, что оно больше скорости даст, ногам даст, силам. А сколько лет ты вообще занимаешься хоккеем? Ну, один год. Тебе нравится? Да, значит, много лет. Нет. Окей, а какая твоя мечта? Давай, на колеечке сели. Нет, нет, нет. Ну, быть бизнесменом еще. Круто, молодец. Альмира, добрый вечер, как дела у вас? Спасибо, все хорошо. Вы, получается, мама? Али Османа. А как давно он тренируется? Уже, наверное, порядка двух лет. Давайте теперь рассмотрим юношеский хоккей со стороны родителей. Насколько это, в первую очередь, много у вас занимает времени? Времени занимает много. Отвезти, привезти, настоять здесь, ждать порядка, наверное, двух часов. Окей. А насколько это затратно? То есть дети растут, и ежегодно им нужно покупать экипировки, вот все это. Как вы думаете? Ну, если говорить о хоккее, затратно. Сколько примерно это обходится вам в год? Только экипировка? Да. В год где-то около двухсот тысяч. Ну, еще и вы платите за тренировки? Да. Ну, это если брать новые. Если БУ, то можно обойтись порядка пятидесяти-тридцати тысяч. Насколько важно ребенку совмещать и учебу, и спорт? То есть не испытываете ли вы, как мама, проблемы с этим? Нет, абсолютно не испытываю. Я считаю, что ребенок должен совмещать спорт, он должен трудиться, должен понимать. Друзья, очередное упражнение называется «Заморозка». То есть это детская игра, которая сейчас используется на тренировке. Делятся дети на две группы, и задача одного – прикоснуться до другого. То есть это развивает и координацию, и в то же время очень интересно. Скажите, пожалуйста, что за сухая тренировка и что за карточки? Смотрите, касательно карточек, у нас, то есть каждый сезон мы делаем поощрение детям. Мы распечатываем либо дневник, либо альбом, там, где нарисованы хоккеисты, там разные тренера в форме у нас также, то есть как играли раньше НХЛ-игроки, наши казахстанские хоккеисты. И они за хорошее поведение, за хорошую работу получают карточки, соответственно, кто. И вклеивают их. Для них это очень хорошая мотивация, они за них рубятся, там, за поведение, поэтому это только плюс. А сухая тренировка, то есть они отрабатывают там ОФП, физику подтягивают, на растяжку работают. То есть такие моменты, которые на льду не отработаешь, ну, необходимы хоккеисту и спортсмену, в принципе. А как давно вы образовали эту школу? Наша школа уже существует восьмой год. Организовали мы ее в пятнадцатом году. Цель у нас была как можно больше привлечь детей к хоккею, что у нас и вышло. Первый год у нас было до тридцати человек, сейчас у нас числится около ста пятидесяти детей. Вау. Да, но уже больше детей мы привлечь не можем, потому что площадок у нас не так много уже в Казахстане. То есть в Астане стараемся как-то и работать над этим проектом, чтобы уже возвести свой модуль, чтобы был свой ледовый дом, так сказать. Вот так работаем, стараемся как можно больше передать опыты детям. Самое главное и хоккейное, и человеческое отношение, что именно и учит хоккей. Основная задача вашей школы – это подготовить детей именно уже к профессиональному спорту, да? У вас какая возрастная категория тренируется? У нас дети занимаются от четырех лет и до пятнадцати. Также у нас есть команда любителей, занимаются там уже от семнадцати лет и до шестидесяти, бывают, мужчины занимаются. Они выступают на первенстве города? Любители? Любители, да, это есть своя лига у нас, уже две их лиги числится. А дети у нас занимаются, кто-то для себя, для здоровья, кто-то остается профессиональным. Мы формируем на базе детей команды, кто-то подготавливается к государственным командам – Астана или Борис. То есть дети занимаются сезон-два и уже они могут в полной мере начать сезон в государственных командах. Насколько важна поддержка Федерации хоккея именно для вашей школы? Важна, потому что это неотъемлемая часть развития в Казахстане. В принципе, сейчас уже последние годы очень так сильно нам прям помогают, стараются поддерживать в любом моменте. Даже сейчас выделяется и оборудование, то есть что не может не радовать, это все делается для детей в первую очередь, для удобства. Сейчас также сделали новую программу для тренеров, для детей, то есть это все как бы все идет в гору. Это очень радует, что развивается хоккей. Осталось только пару дворцов построить и еще супер все будет. Давид, привет! Как дела? Нормально. Сколько тебе лет? Пять. Пять лет. Ты еще в школу не ходишь, но уже ходишь на хоккей, да? Да. Тебе нравится это? Да. А чем тебе нравится хоккей? Мне нравится занимаюсь, в огонялке играю. И еще мы там делаем с клюшками. С клюшками делаем задания. А еще делаем с этими черными штучками. А что больше всего тебе нравится на тренировках? На тренировках? Мне нравится... Мне нравится... Догонялки, может быть? Ну, да. Да? Догонялки нравится. Дома в свободное время смотришь хоккей? Ты болеешь за какую-нибудь команду? Ну, да. За какую команду болеешь? За красную. Красную. Давид, а у тебя есть любимый игрок? Кто? Папа. Красавец. В будущем ты хочешь стать хоккеистом? Да. Да? Но чтобы стать хоккеистом, нужно еще хорошо учиться. Поэтому, когда ты пойдешь уже в школу, не забывай и учиться, и хорошо играть в хоккей. Договорились? Да. Дай пятюню. Красавчик. Ну что ж, друзья, на этом наш выпуск подходит к логическому завершению. С вами был Мурагер Муратов. Это передача «Тайм-аут». Смотрите все выпуски на сайте 24KZ. Мурагер Муратов. riesкоzent. Бour incluso судов격. Академия Муратов. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Корректор субтитров. К orth 추 waist cinema Verk 이uka миру Великого essения нет книги выхода одними, отвергать лайки на кладочку. В этом году продают всяческие цена, заживно тебя в городе. С Продолжение следует...